МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спикер Госдумы Сергей Нарышкин и прочие российские руководители. Да, мэр Москвы Сергей Собянин и прочие представители российского руководства находятся уже на Красной площади. Давайте посмотрим, что там сейчас происходит. Видимо, выстроены полки, которые ждут, собственно, через полторы минуты должен быть дан старт официальному началу Параду Победы. По традиции на Красной площади находятся ветераны, находятся люди, которые получают специальные приглашения. Но я хочу обратить ваше внимание, что на самом деле на Парад можно подать заявку от своей организации, возможно, ее заверят, и вы сможете оказаться среди тех почетных гостей, которые сейчас находятся на трибунах. Правда, по моим ощущениям, все-таки это в основном ветеранские организации, а не просто энтузиасты, которые от себя подают заявки. Вообще, это такой момент важный для эстеблишмента. Туда приглашают не только первых лиц государства, но и главы средств массовой информации, и представители интеллигенции, и каких-то звезд культуры. Примерно, мне кажется, человек 500 находится на трибунах. Это в каком-то смысле всегда, знаете, такое, как отслеживают, кто приглашен на послание президента федеральному собранию. Или на так называемые елки в Кремле, на расширенный прием. Или прямую линию. Также внимательно всегда наблюдатели отслеживают, кто находится на трибуне, соответственно, кто получил пригласительные билеты для того, чтобы на Красной площади находиться. Ну вот, как рассказывал сейчас наш корреспондент Владимир Роменский, действительно, сегодня в этом параде примут участие более 11 тысяч военнослужащих, 151 единицы боевой техники, 69 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил России. Собственно, они завершат парад, когда авиация пролетит над центром Москвы. Уже в третий раз за последние дни в тренировке в Подмосковье и в центре Москва принимало участие 3-го и 7-го мая. Итак, парад начинается. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Итак, бьют кремлевские куранты. По традиции, именно с боя кремлевских курантов в 10 утра 9 мая начинается Парад Победы. Ну и сразу хочу сказать, что мы ждем ваших впечатлений о том, как проходит парад в вашем городе. Пишите, пожалуйста, в твиттер Тиви Рейн или мне в твиттер Тихон Зитко и будем обязательно сегодня в течение дня ваши впечатления в эфире. Я думаю, что вы можете наблюдать, как проходит парад в Москве, потому что на Тверской для пешеходов доступ свободный. И вы можете, если вы в данный момент оказались на 1-й Тверской, Ямской или на Тверской, вы увидите парад. Под государственный флаг Российской Федерации! Но, с другой стороны, вот по свидетельству нашего корреспондента в этом году ограничен выход пешеходов на Тверскую главу. Значит, только с балкона, как и Владимир Румынский. Так, парад по традиции начинается с исполнения песни «Священная война». Сейчас выносят флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В знаменной группе военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Командует полком подполковник Олег Горжин. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Более 55 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. Надо сказать, что только с 2008 года парад выглядит таким, каким мы его видим сейчас. То есть он состоит из пяти частей. Это объезд частей, речь президента, марш пеших подразделений, военная техника и авиация. И только с 2008 года в параде использована тяжелая военная техника. Невозможно поверить, что когда-то его вообще не было. То есть с 1948 года, если не ошибаюсь, до 1965-го не было ни парадов, ни выходных 9 мая. Знамя победы в руках младшего сержанта... Ну и, соответственно, в равной степени уже сложно представить, что всего шесть лет назад тяжелая военная техника не принимала участия в параде. Это последние шесть лет, например, появление такой техники, как тополь-М, нами воспринимается как нечто уже привычное. А до 2008 года тяжелая техника в параде участия не принимала. Это были танки и прочее. Но вот, например, тополей не было. Ну, говорят, для сохранности самой Красной площади, ее поверхности, окрестных зданий, это все, на самом деле, очень вредно. Но, видимо, вот в таких вот государственных интересах, в государственных праздниках это не учитывается. А также за рубежом. 69 лет назад в ходе боев за Берлин Бойцы 150-й Идритской дивизии, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария Водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг уникавечен в истории, как знамя победы. Так, это военнослужащие почетного корового Преображенского полка со знаменем, с флагом России, знаменем победы в Великой Отечественной войне. Я напомню, что в последние дни в Москве проводилось три репетиции парада, две вечерние, 29 апреля и 5 мая. Генеральная тренировка утром 7 мая. Сейчас, я так понимаю, должен выехать министр обороны Сергей Шойгу. Вот он выезжает в Кабриолит. Я хочу напомнить, что знамя победы было установлено 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага. Вначале оно было прикреплено коной в фигуре кайзера Вильгельма, а 2 мая было перенесено на купол здания Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантария и Алексеем Берестом. Но знаменитый кадр, который все знают, как впоследствии выяснилось, был постановочным. Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Помандует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Сейчас мы увидели, как машины командующего парадом и принимающего парад Шойгу встречаются посередине Красной площади. В этом году командует парадом, если не ошибаюсь, к Солюкову. В Великой Отечественной войне построены командующие парадом генерал-полковник Солюков. Интересно, что исторические машины командующего парадом это были ЗИЛы. Но вот сейчас, как пишут в одном из материалов, который мы прочли, для московских парадов победы на шасси американского пикапа GMC Sierra водрузили переделанный кузов от поддержанных седанов ЗИЛ 41041. ...скоростью и максимальной синхронностью. Генерал армии Сергей Шойгу приветствует военнослужащих и поздравляет их с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Наверное, это трудно удержаться в едущей машине, стоит. Сегодня празднование Дня Победы будет продолжаться в Москве и других городах на протяжении целого дня. Завершится все традиционным салютом в 22 часа вечером. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! В военном параде принимает участие более 11 тысяч военнослужащих всех видов вооруженных сил и родов войск Российской Федерации. Обратите внимание на номера у командующего 001 МО и вторая машина 002. То есть, что может быть перед ними, не только 00 уже. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Сейчас министр обороны объезжает Красную площадь, подъезжает к разным родам войск, которые здесь стоят, поздравляют их с победой. Они в ответ отвечают ему троекратным ура! Действительно, в этом году парад победы проходит на фоне серьезного обострения отношений между Россией и Украиной. В различных украинских городах было объявлено о том, что парад победы там или не состоится, или пройдет в гораздо меньшем масштабе, чем это делалось традиционно украинской власти, руководство Министерства внутренних дел опасается неких провокаций. Будем, естественно, сегодня вам рассказывать о том, как этот день в Украине проходит. Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Российские военнослужащие самоотверженно оказывали помощь в ликвидации последствий наводнений в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Ну а пока министр обороны продолжает объезжать Красную площадь, я обращу внимание наших зрителей, будьте внимательны, сегодня в связи с парадом и праздничными мероприятиями серьезно ограничено движение в центре Москвы, в частности. Практически весь день будет серьезно ограничено движение по Садовому кольцу, оно будет перекрыто в связи с велопробегом, ну и в центре города также целый ряд улиц перекрыт в связи с прохождением военной техники и с прочими мероприятиями. Все это можно найти в интернете, так что, когда будете планировать свой день, будьте внимательнее и предварительно проверяйте, где можно проехать, а где нет. Очень много дискуссий в последние годы продолжается в российском обществе относительно парада, особенно с 2008 года, когда в параде стала принимать участие тяжелая военная техника, нужен ли парад, нужен ли он в таком виде, или он должен быть менее масштабным и более скромным, и что вообще из себя должно представлять празднование Дня Победы, это должно быть демонстрацией военной мощи, чем это по сути сейчас является, или напротив, это должно быть в большей степени днем скорби и днем памяти. А ты как считаешь, Тиш? Я считаю, что, конечно же, в большей степени это должно быть днем памяти, днем скорби и днем примирения, как недавно кто-то написал, все уже навоевались, давайте говорить не о том, что будем воевать дальше, а будем вспоминать тех, кто воевал и тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, Советский Союз потерял более 30 миллионов человек. Надо сказать, что в 2005 году, в год 60-летия Победы, парад состоял из двух частей, исторической и современной. Кульминацией парада стал проезд 2600 ветеранов на легендарных полуторках. И вот я помню этот момент, это было действительно очень симпатичным акцией, во-первых, потому что участвовали ветераны, во-вторых, в том, что был такой какой-то романтический ретроакцент. Итак, Давид, если я не ошибаюсь, по Красной площади наравне с российскими военнослужащими проходили еще и военнослужащие союзников, союзников в Великой Отечественной войне. Я думаю, что следует ожидать еще более масштабных торжеств в следующем году, в 2015, когда будет отмечаться 70-е годовщины Победы. Ну а сейчас министр обороны поднимается на трибуну, на которой находится президент, премьер. Где он доложит президенту России, верховным главнокомандующим, о готовности войск к параду. Глава командующих! Войска московского гарнизона! Параду Победы готовы! Министр обороны, генерал армии Шойгу! Вольно! Обратите внимание на георгиевскую ленточку, изящно приколотую к петлице Владимира Путина. Ну а теперь речь президента Владимира Путина. Часто речь на парадах становится такой программной. Давайте послушаем. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичмены, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днём Победы! Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы, особенно остро, чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать её интересы. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они насмерть сражались с врагом, защитили родную землю, сокрушили нацизм. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Её приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах. В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре определился исход всей Второй мировой войны. Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова, добилась их полного и окончательного разгрома, победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнувшую правду. Не допустим предательства и забвения героев. Всех, кто не жалея себя, сохранил мир на планете. Дорогие друзья, сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. В этот великий день нет никого роднее, дороже вас. В вашу честь цветы и салюты. Мощь парадных расчетов. Но главное, мы отдаем вам тепло наших сердец. Вы не только с честью прошли через военное лихолетие, но и восстановили страну. Работали на общее благо. Умели дружить, радоваться жизни. И завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания, единства и любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию, ее славную историю. Ставить превыше всего служение Отечеству. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. Слава народу-победителю. С праздником вас. С днем великой победы. Ура! 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 Я поясню свои слова, когда я говорил про программную речь. Я вспоминал в первую очередь речь Владимира Путина на параде в 2012 году. Тогда... Интересные кадры. Артиллерийский залп впервые показывает именно с этого ракурса. Так вот, тогда в 2012 году Владимир Путин, выступая на параде, говорил не только о ветеранах, о событиях 70-летней почти давности, но и о событиях сегодняшнего дня. Многие в тогдашнем его выступлении видели, несмотря на то, что не было этого упоминания, но, тем не менее, наблюдатели говорили о том, что имеется в виду речь Соединенных Штатов Америки в современном мире, и заявлялось противостояние такое геополитическое Москве и Вашингтоне. Сегодня, как мы видим, ничего подобного сказано не было, и речь шла о ветеранах, о подвиге победы в 1945 году. Вообще, честно говоря, речь очень стереотипно, и, пожалуй, кроме всепобеждающих сил патриотизма, ни одного неординарного оборота. Многие ожидали, что в этой речи в связи с событиями в Украине, может быть, могут прозвучать какие-то слова с этими событиями связаны, однако... Считать вторые смыслы нам не удалось. Да. О, батальонно! На одного линейного дистанции! Ну, а теперь, после выступления Владимира Путина, после нескольких залпов из орудий российского гимна, начинается пешая часть военного парада. Я хочу напомнить, что сегодня Владимир Путин еще должен оказаться был на параде в Севастополе. То ли парад будет начинаться позже, то ли ради президента будут организованы особые торжества. Ну, во всяком случае, во всех сообщениях, что об этом звучит формулировка, как ожидается, примет участие, будем следить за развитием. Традиционное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков. Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командир парадного расчета, начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Воспитанники военного музыкального училища открывали легендарный парад Победы 1945 года. Олег Солюков, генерал-полковник, который командует парадом на Красной площади сегодня, стал главнокомандующим сухопутными войсками лишь неделю назад, 2 мая. До этого он был командующим войсками Дальневосточного военного округа с 2008 по 2010 год, а затем на протяжении 4 лет был заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Но его предшественник Владимир Чиркин ушел с поста после того, как в конце 2013 года стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела. И Чиркину предъявили обвинение в получении взятки в 450 тысяч рублей. ...видов вооруженных сил, сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. В строю почетного караула идут военнослужащие, призванные из различных регионов России. На Красной площади кавалерийский почетный эскорт президентского полка, служба коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Федерации. Под кавалеристами лошади Прогенинской, Ганноверской и Русской верховой пород. В годы войны кавалерия использовалась на активных участках Советско-германского фронта. В составе парадных расчетов воспитанники Дагузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России. По Красной площади торжественным маршем проходят суворовцы Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Касьянов. В этом году училище отмечает свой 70-летний юбилей. На главной площади страны учащиеся старейшего учебного заведения Тверского Суворовского военного училища. Парадный расчет возглавляет начальник училища полковник Владимир Чеховский. За своими сверстниками маршируют воспитанники Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Алексей Сурок. Сегодня...